Я не верующий, можно назвать атеизмом. И книгу я читал, то есть не был из числа незнающих мусульман. Слишком поздно для доказательств. Там, где приходит знание, непознаваемость исчезает. Является ли Бог решением в этой ситуации? Если не это то, что спрашиваю? Ты можешь найти другие пути решения, если объяснишь вселенную чем-то еще. Если я предпочитаю научную точку зрения, то для меня все еще это гипотеза. Сможешь показать мне гравитацию в виде материи? Эту движущую вещь законом назвали мы. Хорошо, но ты говоришь, что название, которое ты дал, выполняет эту работу. Разве неразумнее принять существование Создателя? Ты не против, если мы опубликуем? Нет, нет. Какова твоя вера? У меня нет веры, можно назвать атеистом, скорее даже агностик. Ранее мусульманином был? Да, раньше был мусульманином. Много посещал пятничные молитвы. 50% влияния, думаю, получил от социальных сетей. Если честно, получил с небольшим юмором. А в каком случае ты изменишь свое мнение и вернешься к вере в Бога, ислам? Я давно не задаюсь этим вопросом, потому что мое текущее мнение закрепилось во мне. И я не придерживаюсь мнения, типа, если только увижу Бога, начну верить в Него. Отныне, даже если появятся какие-то мысли о Создателе, думаю, это будет неким внутренним колебанием. Слишком поздно для доказательств. Почему? Потому что ситуация, произошедшая 1500 лет назад, доказательство из доказательства. Я нуждаюсь в более убедительном доказательстве. Помимо этого, для меня кажется противоречивым логика и точка зрения. Кстати, книгу я читал, то есть не было с числа незнающих мусульман. Если я сейчас предоставлю тебе очень логичное доказательство, ты подумаешь об изменении своего мнения? Почему бы и нет? Для начала хочу сказать, что агностицизм гласит о непознаваемости. Для существования непознаваемости требуется отсутствие знания. Однако там, где приходит знание, непознаваемость исчезает. Например, если нет никаких доказательств, никаких слов, то ты можешь говорить о непознаваемости. Но когда мы видим Вселенную, мы не смотрим на Вселенную, а делаем выборы. Представь, что мы с тобой на берегу моря, и видим блики Солнца над морем. Тут мы скажем, даже если мы не видим, мы либо принимаем наличие Солнца наверху, либо утверждаем наличие Солнца вместе со своим источником и силой в каждой капельке. Почему? Потому что я вижу свет, и мне надо выяснить, откуда оно. Разве не так? Хорошо. Но когда я загляну в каждую капельку, и после того, как проанализирую каждую частицу, не найду источника того Солнца, остается только один вариант. И это присутствие Солнца. Если те капли воды теряют источник света при тени, я скажу, значит он и не принадлежал им, правильно? Я автоматически приму другое. Правильно. Мы также следим за Вселенной, видим такие качества, как знание, воля, сила, жизнь, мудрость. Слежу за атомом и вижу, что он движется осознанно. Например, ходит наше тело, образуя систему, которая формирует наше тело. Когда мы видим, в воздухе образуются частицы. Эти частицы умеют передавать сотни звуков одновременно, не смешивая и не различая их. Одновременно умеют передавать запах, вкус и так далее. Однако, когда я смотрю на эти атомы, то не вижу в них таких качеств, как знание, воля, сила, жизнь, мудрость. Атом, который не видит, создает видящий глаз. Неслышащий атом создает слышащее ухо. Либо бесчувственные атомы вдруг создают человеческое тело с чувством. Я не могу упустить с виду эти качества. Либо я считаю, что все эти качества лично принадлежат атому, либо, как в примере с Солнцем, есть некто другой за кулисами. И через его отражение вижу проявление воли, силы и жизни. И проанализировав атомы, так же, как и те капли, выявляя отсутствие этих качеств, я прохожу ко мнению, что должен быть кто-то, кто управляет этими атомами, так как эти атомы находятся в постоянном процессе, как и в первом примере, где мы приняли существование Солнца. Разве не разумнее принять существование Создателя? Ну ты запутанно заговорила, если честно. Как запутанно? То есть искать в этих атомах силу, волю, сострадание и так далее не нужно. Смотря на что-то, есть ли в ней это или ее нет. Таким способом я не могу получить доказательств. Фактически ты говоришь о том, что искать и что хочешь найти. Если я буду вести свои поиски не через Бога, а через то, как природа до сих пор могла существовать сама по себе, несмотря на то, что у меня в голове нет образа Создателя, эти поиски все равно будут продолжаться. А ты сможешь найти решение? Является ли Бог решением в этой ситуации? Дружище, если не решение, то что спрашиваю? Те качества не являются бесхозными. Почему этот атом, попадая в глаза, образует клетку глаза? Попадая в ухо, образует другую систему? Или попадая во внутренние органы, также образует иную систему? В то время, когда у него нет разума, воли, силы, мне разве не требуется закрепить эти качества за кем-либо? Ну, я не смогу объяснить тебе это как ученый. За 13 миллиардов лет истории Вселенной проделано очень много работы по этому поводу. Как некие вещи сложились вместе, как они смогли сохраниться вместе, куда и каким образом направляются. И очень серьезная группа людей исследовали причины этих процессов. Также сделаны очень большие вложения. Вложения есть. А где все-таки ответ? Я это спрашиваю. То есть я не могу получить ответ на свой вопрос. Даже если ты говоришь о науке, я все равно вижу, как они не находят в этих атомах те качества. Если что-то имеет ответ, это не значит, что мы непременно должны найти его. Мы ищем ответ. Продолжать искать, я считаю, что важнее. Планета, вокруг вращается спутник, не имеет воли, но вращается. Что ты на это скажешь? Я задаю тебе этот же вопрос. Я как уже отвечал. Все это происходит за счет знания, воли, могущества и самостоятельности. Что значит самостоятельность? Это способность контролировать все и управлять системой, которая установит на Луне такую систему. Типа, мне нужно держаться от Земли на таком-то расстоянии, мне нужно вращаться. Так как нет этой воли, могущества и мудрости, которую бы управлял системой. Я говорю, что есть тот, кто управляет этой системой. А я тебе скажу так, есть такая вещь, как гравитация. Держаться Луне в такой форме позволяет гравитация Земли. Так же то, как Луна каким-то образом вышла на орбиту Земли. Сможешь показать мне гравитацию в виде материи? Ну, если честно, в виде эксперимента, конечно, не смогу. Но покажу в другой форме. Материально. Материально не смогу. Получается, что ты веришь во что-то нематериальное? Нет, например, благодаря различным измерительным приборам, ты можешь видеть то, чего не видели 10 лет назад. Сможешь мне назвать что-то материальное и сказать, что это и есть закон семирного тяготения. Если я плюну сюда, это сила тяжести. Точнее, то, как она прилипает к Земле, это сила тяжести. Супер! Это событие является наблюдением. То есть, как две материи приближаются. Я не отрицал это. Гравитация, конечно, существует. Но сам закон не выполняет эту работу. Например, если кто-то скажет, что здесь запрещено курить, штраф 162 лера, и повесит этот закон сюда, разве закон примет какие-то меры, если мы закурим? Конечно, нет, но мы говорим о вере в книгу, которая полна законов. Дружище, я вот что хочу сказать. Кто примет меры в этом случае? Полиция, которая контролирует соблюдение этих законов. Кто установил тут этот закон, тот и управляет им. И я также верю в того, кто установил закон гравитации. Как я уже сказал, закон не выполняет работу. И закон гравитации, то, как луна приближается к земле, то, как вращается вокруг земли, за всем этим стоит тот, кто управляет всем этим. Его решение, основанное на знании и могуществе, в результате, по его воле, обеспечивает соблюдение этого закона. Еще раз повторяю, закон не выполняет работу. Допустим, рисую букву В, делаю это постоянно в одной форме. Двигаю рукой в одном направлении, и когда ты следишь за движением моей руки, и говоришь, она двигается в одном направлении, а значит, что здесь работает некий закон. Но ты не можешь сказать, что закон В выполняет эту работу. Закон В не нарисует букву В. Также закон протяжения не делает этого сам. Этим управляет тот, кто на заднем плане создал этот закон. Но это не построено таким образом. Эту движущую вещь законом называем мы. Но ты говоришь, что название выполняет работу. Смотри, такое происходит. Назвать это законом – это наше проявление. То есть мы видим нужду в названии и даем его. А я тебе говорю, да, мы даем этому название. Это название, естественно, не выполняет работу. Из-за этого я обратно прихожу к одному и тому же. Кто предпочел управлять системой с такой закономерностью? Когда я наблюдаю за атомами, и особенно, когда изучаю такие законы, как приближение планет, и снова не вижу тех качеств. За этим атомом есть тот, кто обладает знанием, волей, могуществом жизнью, принимая то, как он управляет этой системой, вместе с тем, что мы назвали законом. Мне необходимо отнести эти качества создателю. Если я предпочитаю научную точку зрения, то для меня это все еще гипотеза. То есть это пока не доказано. Что именно? Мнение о том, что это управляется кем-то. Разве мы видим управляющего? Не видим, но ты, конечно, вернешься к тому примеру с Солнцем. Ты сказал управляющий. Не приняв закон, ты принял то, чего не видишь. В смысле? Ты же сказал закон. Гравитация выполняет эту работу, но я ее не вижу. Ну, то есть разум так же не видим, но мы принимаем его существование. Я вовсе не про это. Вы же принимаете Бога, божественное явление, как что-то обязательное. То есть я считаю, что необязательно, чтобы Бог существовал. Ты можешь найти другие пути решения, если объяснишь Вселенную чем-то еще. Ты можешь продолжать искать другие пути решения. Тогда скажи мне, дружище, как в таком случае атомы выполняют эту работу? Скажи мне. Каждую секунду в мире рождается три человека. Эту сложную структуру у людей выполняет ДНК. Может ли книга создать дворец? Допустим, мы видим книгу проекта этого здания. Загляну в нее, вижу информацию о том, как будет строиться это здание. Способна ли эта книга построить это здание? Сама книга не построит. Тот, кто создал эту книгу, с помощью нее сможет что-то построить. Отлично, дружище, то же самое. Но опять же, перспектива человека. То есть человек видит в книге информацию. Ммм, тут нужно сделать так. Приходит к решению через разум. ДНК тоже книга, не писатель. И с помощью этой книги кто-то действует, как ты сказал. Но ДНК это книга для нас. При создании конструкции, не в виде книги ради этой конструкции. То есть конструкция ведет себя согласно структуре ДНК. Как бы толкает ее вперед. А кто толкает? ДНК сам толкает. ДНК это всего лишь книга. Заглянули в нее. Аденин, тимин, гуанин, цитазин. Четыре основания. Я снова заглядываю в них и нахожу четыре элемента. Водород, кислород, азот и четвертый углерод. Также есть атомы и элементы. В этом случае книга не способна построить здание. На ум снова приходит существование того, кто сделает это с помощью книги ДНК, способной контролировать и построить. И еще раз вернулся к этому. И ДНК не способна на это. И закон не способен. И атомы не способны. Это все, что мы исследовали, и являемся свидетелями этих явлений. ДНК это система, которую называем законом. Атомы разве не нуждаются в создателе? Возможно, понимать это все для меня кажется сложным. То есть, кто-то вложил в эти атомы что-то. И этот кто-то, эта сила, направляет их. Я скажу, и что? Я живу своей жизнью, как и все остальные живые существа. Пытаюсь достичь пределов своей жизни. Живем каким-то образом. Ты спросишь, не постигаю ли тебя мысли? Да, постигают, но это не доказательство. А что для тебя доказательство, если говоришь, что мысли постигают? Тебя обязательно нужно увидеть? Говорю не так уверенно, но, скорее всего, да, нужно увидеть. Либо более убедительное объяснение. Либо же нуждаюсь в каких-то экспериментах. Когда я задумываюсь об этом так глубоко... Кстати, твои вопросы очень хорошие. Вера в Бога исходит из религии, и мне не понравились те требования, которые выдвигает религия, и так далее. Тебе требования показались сложными. Помимо этого, показались неактуальными на сегодня. Не могу аргументировать, что Бога нет. Это всего лишь путешествие разума. И заканчивается оно там, где мы получаем удовольствие. Очень долгая и глубокая тема. Возможно, мы поговорили насчет одной или даже нескольких тем. Но я готов поговорить насчет сотни других тем, готов рассказать про ислам. Также готов доказать, что та информация актуальна на сегодняшний день. Поговорим еще. Спасибо. Давайте представим себя вместо тех людей, кому помогаем. У них нет мечети, где можно было бы помолиться. Недавно они говорили нашему брату, что они готовы терпеть трудности по добыче воды и продуктов питания, если бы у них была мечеть. За каждый совершенный намаз в этой мечети нас ждет великая награда от Аллаха. Чтобы построить им мечеть, нам не обязательно отправлять по несколько тысяч рублей. Достаточно даже 10 рублей. Не упускайте эту возможность. Ведь садака Аль-Джария – наилучшее милостыня.